Посещение оружейной комнаты стало для ребят одним из самых интересных моментов экскурсии по нефтекамскому отделу вне ведомственной охраны. За 20 минут в этом месте ребята узнали много интересных фактов. К примеру, какое оружие используют сотрудники ведомства, насколько оно тяжело в обращении и приходилось ли блюстителям правопорядка стрелять при исполнении службы. Однако, куда больше рассказов от бывалых сотрудников, ребят заинтересовала возможность самим примерить форму на себя. А пробовать бронежилет, надеть каску и взять в руки автомат разрешили каждому школьнику, за что сотрудники вне ведомственной охраны мгновенно заслужили благодарность от детей. А вот экскурсия по центральному пункту охраны прошла в куда более серьезной обстановке. Здесь дети познакомились с работой сотрудников, которые принимают сигналы бедствия с объектов, которые находятся под наблюдением вне ведомственной охраны. А их немало. Более 900 различных организаций и более 2000 частных квартир. За каждым объектом наблюдают круглосуточно. Да, голосовой сигнал поступает, и дежурный может отправить на помощь, ну, оказание помощи другую группу задержания. Детям также пояснили, что в случае сигнала беды сотрудники мгновенно реагируют на вызов. Специально для этого днем в охране дежурят два экипажа, а ночью сразу четыре. Еще одно подразделение, которое относится к вневедомственной охране, это кинологический питомник. Сегодня здесь находятся на содержании пять собак. Каждая из них знает свою задачу. Кто-то обнаруживает наркотики, кто-то ищет преступника по горячим следам, а кто-то обучен на поиск взрывчатки. Все это вызвало немало удивлений и восторг у школьников. Мне понравился кинолог, как они работали, как они нашли взрывчатку, понравилось оружие, мы их первый раз видели. Мне понравилась разборка автомата Калашникова, собаки, как они ищут бомбы. Отметим, что сотрудники вневедомственной охраны проводят мероприятия с участием школьников регулярно. Так только за последние полгода их учреждения посетили ребята из двух разных школ Нефтекамска. Встречая на улице сотрудника полиции, мы целиком и полностью не можем представить его работу. А побывав на месте, то есть посмотрев, как организуется работа изнутри, в сердце побывать той же вневедомственной охраны, то есть в дежурной части увидеть, как происходит реагирование на поступление сигналов, как работает группа задержания, какое вооружение, какие спецсредства имеются на вооружении. Видя это, люди уже, то есть те же дети, они понимают, в чем заключается работа, какие трудности у нас возникают. Экскурсия по вневедомственной охране продолжалась полтора часа. За это время школьники узнали много нового и интересного о работе правоохранительных органов, а некоторые из них даже задумались над тем, чтобы в будущем выбрать профессию стража порядка. Лариса Миронова, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».